Там я читаю тему Данила, и я хочу, честно говоря, посмотреть, какие цены вообще по Америке. Мне кажется, во Флориде дешевые уроки. Вот, но я хочу сейчас посмотреть, взять и проштудировать там какие-то основные города в Америке, посмотреть, какие там цены, зайти к частным педагогам на веб-сайты. Вот сейчас я, может, сегодня это сделаю. Ну, мне кажется, что, ну, по крайней мере, 50 долларов в месяц, в час. По крайней мере, 50 долларов. Вот, на юге. Мне кажется, юг дешевле, чем север. Вот север, может быть, даже 100, а юг 50. Вот, и мне кажется, что у меня мой совет тем педагогам, которые хотят поднять цены, вы подумайте с этой стороны. Если вы зацепили каждого ребенка, вот у вас есть уверенность, что они вас любят, то чего тогда боитесь? Создаетесь. И вот вспомните себя детьми. Вы хотели бы уходить от вас к другому педагогу? Я бы сказала маме, я другим педагогом заниматься не буду. Ребенок сам будет против, если мама скажет, пойдем от этого человека к другому. Если вы не зацепили ребенка, он вас и так, и так бросит. А если вы для него очень классно ведете уроки, и он вас как бы увлечен безумно, то вы не будете поднимать цены. Ребенок от вас никуда не денется. Понимаете? Вот, поэтому просто, если в вашей студии 20 человек, с каких вы уверены? С каких? Потому что, в принципе, если у вас количество койка, то лучше вам иметь качество койка, чем количество. Потому что там на 10 человек, пусть у вас 4 уйдет, зато у вас поднимутся цены. И у вас освободится время для той же самой рекламы. Хорошо, положи все внутрь и иди. Что ты хочешь делать? Окей, плати в дверь, очень хорошо. Вот представьте, у вас 10 человек, из них 4 уйдет, а 6 останутся. И вот эти 6 будут платить деньги. И, в принципе, эти 6 окупят те 4, потому что по деньгам это будет лучше. Опять же, делайте так. Я абсолютно говорю, затяните ту гайку, где у вас есть дискаунт. Это самая тупая идея иметь дискаунты. Вот самая тупая. Вы сами себе ногу простреливаете этими дискаунтами. Два раза в неделю дискаунт. Долго с ними занимаетесь дискаунт. Это просто прострелянная нога. Вы не сможете никуда прорваться. Вот эта вот слабина, она же потом против вас будет работать. Потому что люди будут все время думать, что вы им обязаны давать дискаунты. Это самая тупая ситуация, когда вы вроде как уже созрели поднять цены, а люди будут сопротивляться, потому что вы их приучили к дискаунтам. Но зачем же себе ноги стреляете? Вы хотите быть целыми. Все ваши деньги делятся вот ровно по часам. Не может быть, что где-то там человек пришел на 45 минут, остался на час. Бог с вами. 45 минут прошло. До свидания. Вот просто реально у вас есть кому отдавать время. Найдите себе бойфер, найдите себе кошечку, найдите себе подружку, которая вас живет. Займите своей жизнью. Но ровно через 45 минут до свидания. Урок 30 минут. Не надо 32 минут давать. Не надо 34. Как только вы начнете 32, по собственному опыту, они будут 32 ожидать. Как только вы будете делать 36 урок, 36 минут, они вам 36 будут ожидать. Вы уже на 30 уже не перейдете. Потому что, ну типа, они тоже там, они как будут ожидать. Вот момент, когда чего-то дают больше, они это уже будут требовать потом с вами. Скидок они будут требовать. Extra time будет требовать. Если вы когда-нибудь там, детей вас скидывают, а это, детей скидывают, а потом не забирают вовремя. Это будет постоянно. У вас будет ребенок сидеть дома. Понимаете? Как я говорю, ага, спасибо, спасибо. Как я даю печеньки, мама начала ходить за печеньками сама на мою кухню. Раз дала, прошла 20. То есть, понимаете, нельзя давать то, что это не будет работать постоянно. Если вы, если вы согласны на скидки до конца вашей жизни, go ahead. Если вы понимаете, что скидки там через 2-3 года вам уже вот тут будет сидеть, не делайте скидки. Все, забирайте. Всех переводите на одну цену. Вот где у нас в баранах сидят вот эти вот мозги, я, я, овца. Вот где это вообще? Вот что, при рождении нам это дали? Или как школа нам дала? Вот где? Вот почему мы все так себе ведем? Вот, поэтому я говорю. Посмотрите, что у вас из 10 останется 6. Потом оставшееся время вы идете, все вкладываете в рекламу. Ну, вы представляете, сейчас, наверное, бешено раздавается реклама. Я не знаю, открывается эти онлайн-классы. Представляете, сколько возможностей на онлайн-классы? Те, которые побочи, наверное, как раз из этих онлайн-уроков сейчас забирают. Вы пока будете сидеть и ушами хлопать. Все ученики, которые хотят брать онлайн, уйдут туда. Дальше. Вот одна из участниц написала, что родители хотят быть импульсом. Я могу сказать, я понимаю, что хотят. Но с другой стороны, с другой стороны, вы можете так сделать. Вы сами увидите, что занятия не будут никак отличаться. Кроме того, что вам будет удобно. Ребенок будет не уставший, не капризный. Вам, вот видите, сейчас погода плохая. Вот каждый раз, когда погода плохая, просто не приезжайте ко мне. Просто и дайте им такой урок онлайн, чтобы ребенок просто без ума был. Ну, придумайте такой вот. Помните, у нас была в гостях в сказке, там, тетя Валя. Ну, посмотрите, как она вела эти гостя в сказке, что мы были прилипли к экрану. Она же к нам в гости не приходила. Она сидела на этом, какой-то там хрюшка, там, что-то с кем она разговаривала. И мы, это то же самое онлайн. Значит, сделайте такой урок, как тетя Валя. Ну, ты мой сладкий, спасибо. Понимаете? Эта проблема, говорю, мне кажется, что вот как только мы начинаем искать причины, это тогда работать не будет. Но как только мы начинаем искать возможности, то вся вот эта вот среднечковость остается позади, как в самолет. Садишься и летишь, и там уже облака, там уже не видно людей. Нужно подняться над своими страхами, понимаете? Уйти от каких-то скучных занятий. Ну, я говорю, что, наверное, многие, знаете, даже не представляют, что наши занятия могут быть намного интереснее. Пьеса намного интереснее. Количество каких-то, не знаю, увлекалок с детьми намного интереснее. Понимаете? Мне кажется, вообще постоянно в каком-то стояке находимся. Мы всегда уже как бы всем довольны. Отзанимались, все, пока. Все. Понимаете? Нету страсти в работе, нету поиска новых методик, там, нету молодости в человеке. Какая-то такая преждевременная старость приходит уже там, тысяч лет уже все, уже как бы наработано и идет, идет. Вот. Поэтому мне кажется, как бы, зацепляйте учеников душевностью. Не уйдут они от вас никуда. Поднимайте, может быть, не на сразу. Поднимайте не на сразу. Ой, ты мой сладкий. Много-много. А поднимайте, например, каждый год на немножко. Ну, чтобы они знали, что каждый год будет поднятие цен. Понимаете? Вот. Ну, хорошо. Ребенок вот пришел кушать лишнюю кашу. Спасибо. Продолжение следует...